Индос 34.0 то о чем я вам говорил это инициатива 2011 года ну то есть это в Германии интеграция так господа ну что за безобразие дальше философские вопросы это у вас еще есть, мы их обсуждали и вот значит такая забавная загадка про которую я не знаю с каким успехом у меня получается объяснить этот парадокс ну вот давайте так мне нужен человек с богатым воображением то есть насколько это будет интересно сейчас узнаем небольшой никто не пострадает вот смотрите это картинка мозга значит сейчас представьте ее в динамике что вот искорки бегают нормально получается а сейчас представьте то же самое в динамике но в своей голове так поехали представляете да? вот смотрите мы сейчас смотрим на замечательного человека который с физической точки зрения это пучка атомов он мыслит его процесс мы можем то же самое повторить про себя сказать вот он стоит воображает мозг который работает то есть по сути мы видим мозг воображающий сам себя у нас к сожалению нет никаких на данный момент нет никаких объяснений концепций к тому как это возможно то есть у него в голове сейчас там происходят хитрые процессы значит импульсы мозговой активности которые реализованы каскадом ионов химических реакций с определенной скоростью протекающих в общем все эти несчастные нейрончики атомы они воображают сами себя ну нет они воображают упрощенную модель сами себя иначе ну хорошо не будем в сингулярности но воображают упрощенную модель то есть по сути дела можно сказать что там где-то есть атомы которые сами себя представляют каким-то образом парадокс заключается и проблема заключается в том что пока что никто не знает как вообще к этому подступиться как это возможно ну программа же может знать свой код может знать код ну понимаете она вот осознавать саму себя ну то есть это как я считаю что это у них ментуральная точка зрения подходит вообще осознавание это вторичный эффект побочный эффект операционного развития ну может быть если сделать программу которая так сказать выживает то она будет выживать выживать но в конечном итоге она будет настолько что выживает выживает но когда у нее появится самосознание осознание себя ну а ее в принципе нет самосознание это побочный эффект ну ничего себе так побочный эффект ну ваше есть да может его и у нас нет ну да на самом деле на самом деле так ну вот смотрите здесь можно об этом спорить можно спорить о механизмах о том есть это или нет ну вот модель думающего человека ну и поскольку мы не понимаем вообще как к этому поступить то есть может быть этот эффект возникнет сам собой может быть нам это даже не интересно ну вот большие проблемы философские может не машина мысли это вот вот все относится сюда же и воспринимать это тяжело так просто эволюционно просто не было не было сдачи перед эволюцией создать умывающего человека я согласен было ну если так и абстрактная эволюция создавала просто очень крутого охотника на мамонту он работал в группе и в итоге это вот сеть взаимодействия значит там убытки перехитвить мамонта да загнать его это привело к тому что оно начало расти в самом деле мы мы потому что после дела люди автоматы которые делают не то что задумывают это побочный эффект я не спорю вот нас то сейчас интересует именно этот побочный эффект то есть мы же не строим машины по охоте на мамонту вот 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 это наша ошибка да нам нужно можно построить разум зачем вопрос что такое разум вот многие не отделяют разум от самосознания то есть осознание самого себя и понятие вот что это такое и как это может возникнуть машина этого нет вот машина может быть человекоподобной остается ли она при этом просто программной или же есть вот эти побочные эффекты которые непонятно как вообще возникают это самосознание это иллюзия и абстракция которая позволяет принимать решения нас не существует все садитесь это нигилизм нас не существует мы не мыслим есть направление солипсизм еще что то то есть мы все голограмма мы слимся и так далее не будем вдаваться от дел вот самое главное что мостика от машин от программ вот к этим вещам вообще нет никакого осознания то есть можно это оставить вот само возникнет что вырастет то вырастет но пока что вот понятия нет поэтому многие исследователи говорят в принципе вот разумную машину создать нельзя то есть что это такое ну не знаю это вот интересный вопрос то есть хотелось бы чтобы вы над ним подумали можно конечно при лиге удариться сказать что вот душу никто не отменял и подобное вот это уж на ваше усмотрение я тут ничего навязывать прогнозировать не собираюсь так сейчас нам нужна презентация которая называется задачей поиска которая с 16-го года особо не менялась ничего страшного новых подходов по-моему не изобрели так значит наша большая тема следующая называется задача поиска это считайте первый модуль первый блок она будет состоять из трех частей самая большая первая поиск решения в пространстве состояния потом будет редукция под задачам это вот яркий пример задача интегрирования она вот решается вот таким образом ну то есть и доказательство теорем мы скользко про него упомянем значит мы сейчас занимаемся поиском решения в пространстве состояния эта задача называется на английском state space search вот есть есть problem space search version space search и так далее то есть поисков разных пространств целая куча мы занимаемся а у меня есть подождите у меня же какие-то супермаркеры есть чтобы я вам пальцами махал перед глазами так живое вот мы занимаемся state space search работой как эта задача формулируется у вас есть некое множество состояний системы ну то есть просто считаем множество состояний это с большой есть начальное состояние с нулевое есть целевые состояния простейшем виде есть одно начальное одно целевое есть некое множество операторов действий которые отображают с в с то есть они применяются к состояниям да и в новое состояние значит а применимы ли все операторы непонятно то есть к одному может быть применима два-три оператора к другому в состоянии десять операторов не суть важно наша задача заключается вот в чем найти последовательность операторов так почерк тут у меня ужасный F1 F1 F2 то есть Найди последовательность действий или операторов или как угодно называете которая обеспечивает последовательно применяется к начальному состоянию и переводит систему в одно из целевых ну то есть целевое состояние причем есть разные вариации задач сейчас мы их разберем иногда требуется найти последовательность состояния при переходе это не супер высокой задачей знакомой на практике вы должны были ее уже делать это она вопрос первый самый простой может ли быть несколько начальных состояний несколько конечных что с этим делать? это очень интересно если несколько конечных то остановимся когда дошли до одного из них да на самом деле тут все очень просто вот задачу можно свести предыдущих если у вас несколько конечных целевых вы добавляете еще одно целевое фиктивное и говорите что есть оператор который из любого вот этого переводит фиктивный достраиваете вашу систему и получаете упрощенный вариант то же самое с начальными бывают задачи где несколько начальной конфигурации нужно проследить какая более эффективная имеет решение да то же самое эффективную стартовую у вас задача от одной вершины до другой так запомните идем дальше вариации ой я уже говорил что презентация ужасная вот это антинаучное высказывание ну то есть здесь сказано множество состояний может отсутствовать это написано для того чтобы подчеркнуть принципиальное отличие от задач поиска на графе потому что эта задача очень похожая решается алгоритмами похожими на алгоритм поиск отчайшего пути на графе но существенное отличие в том что в таких задачах графа у нас может изначально не быть мы не знаем какие состояния будут порождаться более того есть задачи динамические в которых мы вообще не знаем к чему наши действия приведут то есть это исследование каких-то неизвестных пространств навигация что то еще если вы пытаетесь сделать действие определенное вы не можете спрогнозировать что у вас получится это конечно сильно сложно сильно не к этому но тем не менее а на самом деле конечно математически говорить что множество состояний отсутствует это антинаучное в любом случае всегда можно сказать все состояния которые могут появиться формируют множество состояний а то потом начитаете с презентации и скажете что у вас преподаватели неграмотные все-таки немножко грамотные в области математики то есть фраза может отсутствовать ну это не хорошая фраза но тем не менее то есть имейте ввиду что мы применяем операторы и получаем можем получать состояние с которыми мы до этого не сталкивались их не оценили дальше очень часто вводится функция стоимости вы прекрасно задачу поиска кратчайшего пути на графе знаете то есть на друга вводятся веса вот это она мы можем в нашем случае говорить что здесь есть стоимость операторов стоимость может выражаться во времени в стоимости в монетках еще чего-то это то же самое в некоторых случаях да секунду тогда задача меняется у нас задача не просто найти последовательность операторов нам нужно найти последовательность операторов дающих кратчайший путь минимальной стоимости тут задача изменяется есть вариации в которых оценочная функция отсутствует напрочь и нужно просто хоть как-то дойти до решения нам такие задачи не очень интересны но они имеют право на жизнь значит этим задачам соответствуют задачи например доказательства теории вот вы формируете утверждение вам нужно узнать истинно или нет сколько шагов вы потратите на вычисления есть и более красиво вас может не интересовать ну хотя это переживало так вы если вопрос есть спрашиваете значит операторы ну это вот лирическое отступление значит примеры смотрите вы вот это прекрасно знаете это грамматики совершенно верно вот задачи возникающие при грамматическом анализе они соответствуют задачам поиска то есть вы там исследуете порождающие грамматики вы пытаетесь определить там допускает ли грамматика какое-то слово и так далее то есть это вы лучше меня знаете могу так это вот способы задания операторов на самом деле в книгах по искусственному интеллекту значит в самой области знания не так уж много лет чтобы там кто не писал в книгах устаревая 50 лет вот на самом деле терминология только-только начала складываться и в фундаментальных книгах по искусственному интеллекту очень часто можно находить какие-то странные названия определения своеобразных то есть вот здесь например это называется не грамматиками это называется правилами переписывать способ указания операторов они могут указываться совершенно там в различных формах способы описания операторов ну то есть очень коротко самый простой способ это никак не описывать как это делали вы в вашей первой значке ну то есть вы применяете там плюс 2 умножить на 3 порождаете новые состояния вы специальные операторы я думаю почти никто не вводил там класс операторы что-то из файла погружать и так далее то есть вы описали вот здесь плюс 2 здесь там умножить на 3 или наоборот все то есть явно так если кто-то описал то это большой принцип это хорошо вот значит явно можно не указывать либо не явно описание возникает в случае рекурсии если вы рекурсивно решаете то есть вы нигде явно не храните ну потом восстанавливаете либо можно использовать графовое представление то есть тогда вы на ребрах будете метки указываете какие там операторы поиска можно описать в виде автоматов тоже прекрасный вариант описания системы которая меняет свое состояние это вы все знаете это нам не очень интересно представление классическое то есть как правило оно соответствует графовому представлению в большинстве задач поиска мы работаем по сути дела на графах теория графов очень важно для нас так дальше да вот что существенно если у нас существует если у нас есть несколько алгоритмов графов то оцениваем их по двум критериям это полнота и оптимальность значит свойство полноты означает что алгоритм всегда находит решение значит но находит он его при определенных там условиях то есть понятно что задача должна быть решаемой с вычислительной точки зрения что она не потребует там 100 миллионов лет и тому подобное вот то есть при разумных ограничениях алгоритм находит решение данной задачи ну свойство полноты свойство оптимальности содержит вот какое-то имя будет ли найдено решение оптимальное то есть если мы ищем кратчайший будет ли найден его когда алгоритм остановится действительно оптимальным есть еще одно свойство которое очень часто рассматривают но которое не столь известно это свойство оптимальной эффективности значит оптимальная эффективность это свойство которое гласит что не существует алгоритмов более эффективных для определенных там условий ну в общем случае вы в зачаточном виде должны это были обсуждать при обсуждении сортировки ну крик сор быстрая сортировка вам еще Санислав Саниславович говорил что эта сортировка она вот является одной самой эффективной и от начальных данных может что-то зависеть но нет алгоритма который гарантированно будет сортировать быстрее есть алгоритмы которые в каких-то случаях могут сработать лучше могут сработать хуже но гарантии вот оптимальная эффективность она так и звучит нет алгоритма который гарантированно работает лучше во всех случаях это свойство рассматривания так временная сложность в пространственной сложности вы знаете а вот если вот в полной действии способен потому что если решения нет то алгоритм закончится ну его как правило о кстати не помню в разных авторах там по-разному но явно не формулируется то есть то есть если решение не существует то алгоритм должен установить его отсутствие да? сложный вопрос вот по-моему не было такого ну то есть мы посмотрим там по алгоритмам там будет видно какие обладают этим случаем какие нет то есть это на самом деле так вот это вы знаете графы у вас были друзья были значит были задачи поиска на графах вот это какой алгоритм? поиска это вообще все базовые это алгоритм поиска в ширину это алгоритм поиска в углу это алгоритм по сути соответствует алгоритму дейкстры все зависит от того что вы возьмете в качестве структуры открытой ну и вот закрыт как вы будете обрабатывать то есть меняя вот эти две штуковины вы получаете ваши базовые алгоритмы то есть так она и называется базовая стратегия поиска значит если мы хотим реализовать поиск в ширину здесь у нас что? очередь очередь если поиск в глубину степ верно молодцы так для дейкстры здесь что должно быть? приоритет а? приоритет да очередь с приоритетами мы получаем дейкстры и вот какие-то хитрые алгоритмы поиска то есть метод равных цен он называется и так далее я вот сильно надеюсь что с этим у вас проблем не возникнет то есть вы ж меня не разочаруетесь потому что было это все единственный нюанс зачем нам нужна структура закрыт в каких случаях ее вводить и что там должно сидеть мы это обсуждали частично на практике я вам уже говорил что если у вас именно дерево поиска дерево когда вы не можете порождать похожие состояния то в этой структуре большой необходимости нет то есть она нам не нужна здесь в качестве закрыть обычно используют что-то на годы ресета или кэш таблицы ну то есть структура которая позволяет быстро делать вставку и поиски в каких-то других вариантах алгоритмов у вас будет необходимо использовать эту самую задачу да и по поводу задач тоже такое замечание в некоторых задачах проще повторы не рассматривать вы только потеряете время если по самой структуре задач шахмата после разных вариаций ходов могут возникать одни и те же позиции теоретически можно вообще просто не смотреть то есть если процентный повтор количество небольшое то многие черты лучше не тратить время на путь а в других задачах это существенно это очень важно так ух заехали ну и как вы без энтузиаза значит смотрите так ладно поиск глубину если со стейком DFS DFS знаете есть вариация поиска в глубину называется поиск с ограничением глубины это как не больше N шагов да совершенно верно вот когда вы знаете что ваше решение лежит на определенной глубине не более чем N шагов вы можете использовать поиск с ограничением глубины значит смотрите в чистом виде поиск глубину не является ни полным ни не оптимальным так значит он может уйти куда-то и решение не найти вообще а если даже решение находит не гарантия что это решение то что вам нужно поиск с ограничением глубины он в принципе является уже если вы угадали глубину можно считать полным то есть он решение найдет не факт что это будет решение оптимальное самое лучшее но решение найдет так дальше вот это интереснейший вариант атеративный поиск глубину то есть это IDS ну IDS iterative deepening search только я не помню наверное тут все таки deepening углубление с атеративным углублением слышали про такое? ну я не сомневался а остальные вы это разбирали нет? значит работает эта штука так вы устанавливаете сначала глубину 1 и пускаете поиск с ограничением глубины до 1 не нужно не нашли решения установили глубину 2 поиска и прогоняете поиск глубину до глубины 2 а если там циклы а а что нам циклы ну не принципиально все равно вы не будете циклы по циклам не будете бегать дальше чем шагов у нас глубина это н шагов то есть если у вас ограниченный коэффициент ветвления узлов то вам циклы не помеха и так далее потом до 3 потом до 4 и вот пока вы не найдете решение этот алгоритм является полным оптимальным все хорошо поиск с оперативным углублением ИДС тоже каждый раз но сейчас постоянно ходят вот я даже знаю кого я потом заставлю посчитать все верно проблема у этого алгоритма заключается в том что он постоянно перерассматривает те же самые решения те же самые пути просто каждый раз на шагу то есть мы допустим просмотрели дерево поиска или граф поиска на какую-то глубину решение не нашли ну то есть вот так мы построили дерево решение на глубине 2 метра мы дерево выкинули и заново начинаем поиск ну то есть по тому же по сути дерево только на глубину 3 а вот такая монификация что если каждый раз поиск начинает не с начальной вершины а ну последний но при этом увеличивать то есть получается что поиск поиск да смотрите чтобы об этом рассуждать вводим понятие коэффициента ветвления значит b это коэффициент ветвления это по сути количество дочерних вершин которые есть то есть если дерево полное бинарное то если коэффициент ветвления меняется то его берут усредненные вот смотрите в шахматах средние там порядка двадцати 15 коэффициент ветвления какой ну вот 15 это такая штука то есть двигать вот так да от 2 до 4 ну и обычно соответственно чуть больше тройки то есть средний коэффициент ветвления в неинформированном поиске он считается чуть больше вот если мы рассмотрим задачу когда b равняется 10 то затраты на повторное рассмотрение они будут мизерными то есть когда у вас коэффициент ветвления десятка у вас большая часть узлов лежит на последнем уровне то есть вы получаете рассмотрение там б в степени х пути х это глубина поиска б коэффициент ветвления и вот поверьте вас не будет волновать то что вы вот эти узлы просматриваете потому что их будет сильно меньше чем листьев поиски вызовом геометрическую прогрессию считать вот значит смотрите поиск в глубину отличается очень интересная хорошая особенность у него пространственная сложность требования памяти они мизерные если вы рассматриваете решение на глубине k то у вас получатся средние требования к памяти это примерно k умножить на b потому что хранит как правило при разных реализациях по-разному но поиск в глубину хранит вот просматриваемый путь плюс все вершинки которые порождались при прохождении ну это складывается то есть это вот глубина k умножить на коэффициент все очень мало вот то есть очень хорошая пространственная сложность требования к памяти сложность вычислительная тоже неплохая так поиск возврата мы особо не рассматриваем это бэктрекинг вы узнаете ну слышали это ситуация когда в каких-то условиях можно сразу возвращаться назад вот вы должны были какие-то задачи на бэктрекинг решать поиск 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 бэктрек бэктрек поиск есть двунаправленно но у нас получилось так что мы уже это все покрутили поработали почти все первые сделали задание и двунаправленно сделали и поняли как это классно то есть двунаправленно это вариация вот он очень хорош поиски в ширину отличаются такой нехорошей особенностью у них требования к памяти экспоненциальные относительно длинные решения это печально они требуют огромных затрат по памяти это нужно учитывать так поиск по критерию стоимости это понятно это вот вариация алгоритма когда у вас есть стоимость и вы выстраиваете минимальный путь опять таки вы это все знаете по поводу структуры закрыт мы поговорим есть вопросы по базовому отлично идем дальше так двунаправленность ну это вот красивая картинка хотя я ее рисовал на практике да то здесь из фотошопа кисточки вот прям неважно значит вариации такие зеленая область это то что выстраивается при поиске в ширину то есть мы выстраиваем вот таким образом все пути у нас в работе фронт как в алгоритме вы это знаете пока фронт не дойдет до цели значит либо мы ищем поочередно настраивая слои вот-вот двух точек помните да значит здесь даже на картинке сумма двух маленьких кругов площади сумма площадей этих кругов она меньше большого зеленого вот сколько раз два раза совершенно верно значит зеленый по площади два раза больше чем сумма вот этих малиновых или какие они и при этом нужно еще помнить что если коэффициент ветвления большой ну как большой там хотя бы десятка или квадрата у вас значит чем дальше от центра тем на вот этой границе будет больше узлов находиться то есть он уже будет метумерный объемный с уплотнением да уплотняться пусть то есть мерность я бы не стал с мерностью поступать размерность мерность не суть важна ну то есть он по сути растет по службу и вполне возможно что вы поиском даже эту задачу не досчитаете хотя тоннаправленный все это даст единственная проблема тоннаправленный нельзя реализовывать поиском в глубину то есть это только поиск в ширину потому что нужно хранить две границы то есть вот эту и вот эту вопрос есть? меня терзают сомнения вот мы попритикли вопрос не дашь потому что вы уже засыпаете а направьте все виноват перерыв когда? сейчас а у нас пара уже 16.50 началась да? вот я и вчера в 16.50 хотели начать так ладно перерывчик пять минут так я пойду тишина поехали вы направлены значит еще раз ребята у нас уже появились реализации чертовски фиктивные это реализации на фоне которые считают вообще все что только можно направленным поиском вот с той задачей которую мы обсуждали то есть там по сути дела ваша программа если вы ее нормально написали она должна считать до огромных значений так вот не вздыхайте то есть если не считает то что-то не так с программой а не с задачей здесь нужно аккуратненько подбирать структуры данных то есть я напоминаю что вам нужно хранить все все множество построенных узлов раз причем их будет ну два скорее всего вам нужно хранить вот эту границу в структуре данных которая обеспечивает быструю вставку эффективных здесь если c++ то это сет или хэш табличка попробовать посмотреть что лучше то же самое вот этот фон хранится точнее два фона они хранятся в разных структурах плюс к этому вам обязательно структура закрыт которая эффективно выполняет вставку и поиск то есть это тоже либо сет либо хэш покрутить и тоже с ней нужно аккуратно работать с двумя то есть и здесь закрыт и вот и там в этом случае решается все хорошо так есть вопросы по направленному вот многие высказывают сомнения если мы храним только границу вот это фронтир называется если мы храним только храним только границу и порождая новый узел это здесь мы его ищем только в границе а не во всем множестве вот возникают вопросы о том что стимальное решение мы можем пропустить это не так по построению то есть вы ищете по одному один шаг здесь настроили везде или я вот если у вас нет стоимости на дугах то пропустить решение вы не можете доказать это можно элементарно да мы сравним каждый раз когда каждый раз вы проходите границу берете узел строите дочерние и вот эти дочерние вы проверяете на вхождение в границу противоположного множества если нашли все у вас решение выстраивать этот метод не очень подойдет ну то есть надо модифицировать если у вас есть веса на ребрах и вам нужен кратчайший но если как в нашей задаче только минимальное число операций все хорошо поскакали стоимость поиска да вот простейший пример значит это стоимость поиска то есть это сколько узлов нужно обсмотреть при выполнении поиска вот если коэффициент ветвления десятка мы формируем по десять тысяч узлов в секунду и у нас по килобайту памяти на узел это довольно высокие требования я не знаю в каких играх они могут возникать а ну в этой в какой-нибудь вашей доте там может там и тяжелее состояние вот но тем не менее вот в более-менее сложных задачах мы получаем вот такие классные значения так вы видели это в принципе детская картинка это понятно количество узлов растет очень быстро время затраченное на обработку растет очень быстро и так далее значит поиск в глубину итеративный поиск может снять часть проблем итеративный поиск значит не требует хранить все узлы в памяти поэтому вот этого эксабайта там не будет там будет какое-то мизерное значение но время на просмотр узлов все равно даже в поиске в глубину в итеративном оно сохраняется так запомнили? запомнили значит вот то что мы разобрали эти алгоритмы они называются алгоритмами неинформированного поиска потому что они просматривают все подряд и вот очень часто такие алгоритмы оказываются к сдачам неприменимыми значит но перед тем как мы начнем информированный поиск вот у меня вопрос значит я утверждаю что итеративный поиск в глубину является самым оптимальным вариантом доказывать будем? оптимальные случаи вообще вот в неинформированном поиске в общем случае оптимальным вариантом является ИДС итеративный поиск глубины если у вас есть возможность запустить обратный поиск то это хорошо над этим можно подумать но смотрите во многих задачах вот обратный поиск реализовать тяжело если у нас конечных состояний много ну в какие-нибудь как в несчастных шахматах это не совсем сюда ложится но пример хороший то есть мы не знаем с другой стороны откуда начинать искать потому что в какой позиции вы там МАТ поставите неизвестно их вот вариации огромное количество обратный поиск не запустите то есть только прямой поиск в этом случае ну какая-то вариация ИДС вот я утверждаю что это самый оптимальный вариант доказывать будем? а если это а? это риторический вопрос это действительно ну вы можете сказать что фигня мы сами докажем а нужно доказывать экзаменское доказательство ну куда же без этого вопроса значит в смысле ну на экзамене не будет доказательства как такового вот ну давайте мы дольше разговариваем сейчас там буквально чуть-чуть просчитать число узлов и показать что оно у нас так что оно у нас это такая классная специальная так вот нужно доказать что вот эта вот штука связанная с тем что узлы просматриваются повторно вот нужно доказать что это проблем не составляет так понятно да совершенно верно и мы это сделаем очень быстро потому что сумму ряда геометрической прогрессии вы знаете интегрировать умеете и мы это потом так и сделали значит смотрите если мы вот посмотрим на число узлов у нас получается следующее поиск в глубину рассматривает какие узлы значит найдем здесь В В квадрат В3 до вот если решение на глубине К то мы рассмотрим Вк понятно это у нас ВФС то есть столько вершин просуммировали столько вершин просматривает поиск в ширину понятно а теперь смотрите поиск в глубину на той же самой задаче при нахождении решения ровно там же сколько вершин просмотрят листья будут просмотрены один раз правильно ну последний слой там на последнем шаге только мы дойдем один раз вот предыдущий слой сколько раз просматривает дважды дважды совершенно верно так 3-4 там до чего-то так как это записать кстати почему у нас это на нулевом на первом накатом так у нас получается сумма ряда я опять без шпаргалки его не так запишу ну попробую так сумма ряда на на b в степени а b в степени какой k-i-1 вот k-i-1 так вот нужно такой ряд посчитать и вообще у нас идет так почему ну от единицы можно брать а можно от нуля от единицы суммировать свой haber по слоям до до k так что слоям до Да, вы правы. Но мы же посчитаем. Так, что я делаю? Я не знаю, что я делаю. Мне нужно вынести что-то. Чтобы там было i-1. Нужно разобрать как дробь. Я хочу вкатая вынести со мной. И я получаю i, b, i-i. Так? То же самое вкатая. Вкатая сумма i. Единичка на v, i-1. Это при том, что b, коэффициент ветвления, мы рассматриваем больше единицы. То есть меньше единицы. Так, пока все правильно. Делаем георическое вступление. Геометрическая прогрессия как выглядит? А. А. Вот такая. А зачем нам тогда? Вот такая. Значит, i у нас идёт вот... при условии, что b меньше... А я не помню, модуль там меньше единицы или просто меньше? Не, модуль. Так, чему равно? Так, господа, я не понял. Ну, такая формула. Кошмар, кошмар. Так, что мы делаем с этой формулой? Здесь скатяющийся ряд дифференцируем. Можно же? Хорошо. Что получаем? Здесь сумма из p и минус 1 от 0 до бесконечности. Правильно? А здесь производная... Ну, так же? Нам срочно требуется интеллектуальная система, которая за нас считает производной. Хотя бы. Уж не говорю там про интегралы. Так, смотрите. Вот эта форма записи совпадает с вот этой? Нет, с вот этой. И, и минус 1, и... Вот эта штука 1 на b, меньше единицы. Ну, совпадает же? Совпадает. Вот мы получили формулу. Вот она. То есть мы вот эту штуковину превращаем в b к, и оно остаётся в b в степени k. Здесь получается единичка. 1 минус единица делённая на b в степени квадрата. Так же? Такс. Что там по факту? Что в итоге? Вот здесь мы это выносим. Такс. Мы получаем b в степени k. Здесь b на... Что? b минус 1 в квадрате. Такс. Выводы какие? Что мы вообще нашли? Ну, надо как-то озвучить. Мы вот считали-считали. Такой чёрт нам это вообще математика? То есть что из этого следует? Сложность. Значит, это сложность по количеству рассматриваемых вершин. Вот та проблема, которая нас беспокоила, что вот этот слой рассматривается дважды, этот трижды и так до верха. Мы получаем простую штуку. Если b fs, рассматривая каждый узел один раз, значит, у нас по сути рассматривал там что-то похожее на b в катере, ну, чуть больше, да? То вот здесь всплывает множитель, который очень слабо отличается. b делить на b минус 1. Вот эта штука. Ну, представьте, b десятка. То есть вы получаете 10 девятых, возводите в квадрат и получаете число порядка там, я не знаю, 1 и 2. Вот так же? Если b под сотню, вы получите вообще на несколько процентов всего больше узлов. То есть еще раз. Вот это выигрыш в... Точнее, это проигрыш в числе рассматриваемых вершин, но который обеспечивает нам тот факт, что затраты его памяти у нас мизерные. Запомнили? То есть этот алгоритм не требует кучу памяти. Значит, работает, ну, порядок сложности такой же, просто чуть-чуть дольше. И вы должны учитывать еще один фактор, который вообще, вот можно было всю математику выкинуть, и сказать, вот как тебе такое его масло. Значит, если вы не знаете, на какой глубине находится решение, представьте, что вот оно решение, вот ваша вершина целевая. По схеме работы поиска в ширину, когда вы будете вот эти вершины проверять, значит, ваш поиск, по идее, будет уже выстраивать следующий слой. Понятно? Мы договаривались так. Мы проверяем, доставая узел из труппы, из открытой. То есть анализируем, разворачиваем. Во многих задачах, вот в частности, в нашей задаче, можно проверять вершину на то, является ли на целевой, когда вы ее породили. То есть вы берете там какое-то число, вот 50. Вот наша задача. Вам нужно до 100 дойти. Вот 50 у вас дает 100 и 53. Правильно? Вот 100 получили, тут остановились. То есть не заносите никуда. Но если у вас задача чуть-чуть модифицирована, и вам нужна стоимость пути, то рассматривать узел нужно, когда вы его извлекаете, а не когда вы его поражали. И в этом случае, пока вы дойдете на этом слое до вершины, вы еще и вот здесь понастраиваете дочерк. Так, кратко. Значит, пояс в ширину, он глупый, он будет обычно при поясе решения уже настраивать следующий слой. И вот поэтому у него вершин в рассмотрении гораздо больше, чем у итеративного поиска. Так, запомнили? Вот. Вы должны помнить, ИДС это наше все. Итеративный поиск в глубину, не информированный. Это базовый алгоритм. Это у вас быстрая сортировка из алгоритмов поиска. То есть по умолчанию более нормальный вариант. Запомнили? Запомнили. Так, а дальше у нас два варианта. Мы либо обсуждаем, как его сделать нерекурсивно. Итеративный поиск. Итеративный поиск. Итеративный поиск. Так, ладно. Значит, по поводу той штуки это потом. Переходим к поиску информированному. Информированный поиск. Это поиск на основе в листик. И опять вы его, наверное, знаете, да? Вот. Значит, информированный поиск выглядит таким образом. Задача та же самая. Но, значит, при выполнении поиска вам нужно найти кратчайший тюрь. Ну, это уже было. И самое главное. Значит, у вас есть возможность использовать эвристику. Эвристика в нашем случае это функция, которая оценивает, расстояние, стоимость пути от текущего узла до решения. Эвристика это функция, которая применяется к состоянию. Ни к пути, ни к дереву поиска, ни к чему-то еще. Эвристика берет одно состояние. И абсолютно наплевать, как вы в это состояние пришли. Это нужно помнить. О том, не вечно вот на экзаменах там начинают рассказывать, что это эвристика, что это ужасная нитрая вещь и так далее. Вот. Значит, мы считаем, что есть функция HAP. Это та самая эвристическая функция, которая может нам сказать, как далеко из этого состояния до решения. Вот. И с помощью этой функции мы строим новый алгоритм хозик. Значит, простейший алгоритм LCFS. ЛСФС. Вот. Он так называется. У него и написано. ЛСФС. Испорт минимальной стоимости. То есть это тупо жадный алгоритм. Работает он так. Из всех построенных узлов, из кучи построенных узлов, вы выбираете тот узел, у которого эвристическая оценка является минимальным. Вот. Вы не смотрите, как долго вы до этого узла шли. Это просто жадный поиск по первому лучшему варианту. Чтобы его реализовать, в базовой стратегии, которая у вас была, заменяете открытную очередь с приоритетами. Вот. И работаете с эвристикой. Очередь с приоритетами на выходе должна давать элемент с минимальным значением. Потому что вам нужно минимальное значение эвристики. Запомнили? То есть еще раз. Эвристика оценивает оставшиеся расстояния. Это поиск неинтересный, он прям совсем-совсем простой. Значит, вот. Жадный поиск. Ну тут S плюс все, что назван. Вот LCFS, по-моему, называется еще. То есть это просто жадный поиск. Неинтересно, потому что вот ничего нового и существенного здесь нет. А вот алгоритм А со звездочкой, это вот супер классная штука. Значит, алгоритм А со звездочкой работает так. Из всех узлов, которые у вас сейчас в осмотрении, вы выбираете тот узел, который дает минимум по такой сумме. Ж от N и H от N. N это узел. Ж от N это стоимость пути от стартового узла до N, до текущего. H эвристика это оценка стоимости от текущего до решения. Запомнили? Вы, если прям совсем легко, вы меня проверяете. Ваше, что условное, да? Это оценка, да. Она называется эвристикой, вот от греческого слова с непонятным смыслом. Называется почему? Потому что в качестве эвристики используются часто некоторые соображения. Это не точная функция. Она зачастую не дает точной оценки. Но она может сказать, допустим, H от N или H от N плюс 1 больше или меньше, что из этих углов. Да. Да, совершенно верно. Но это может быть не точно. Значит, ребята, вот посмотрите. Для того, чтобы алгоритм масса звездочкой работал правильно, а вы, как математики, должны сказать, что слова правильно не существует, все это бытовое, нам нужно что? Нам нужно, чтобы алгоритм удовлетворял требования полноты и оптимальности. Правильно? Вот АС так. Ну, А звездочкой. Чтобы это требование удовлетворялось, значит, нам очень важно, чтобы эвристическая функция удовлетворяла двум условиям. Чтобы она была допустимой вниз силой эвристикой. Значит, допустимость эвристики означает, первое, эвристика не переоценивает решение, стоимость этих решений. Эвристика нам никогда не скажет, что вам до решения остался миллион шагов, хотя решение там был шагов. То есть, эвристика, которую мы рассматриваем, она должна быть оценкой снизу. То есть, она должна говорить, вот до решения более там стоять какие-то шагов. Вот это хорошая эвристика, запомнили? Это первое. Второе, эвристика должна подчиняться условию преемственности. То есть, это банально неравенство треугольника. Которое мы еще разберем. Но, тем не менее, вот запомните, пожалуйста, не бывает звукты-парахты функции. То есть, нельзя взять функцию, которая будет примерно до решения там столько-то шагов плюс-минус. В этих алгоритмах для эвристики нужно накладывать ограничения, и от них уже работают. Да, и две эвристики можно сравнивать по мере информированности. Эвристика считается более информированной, если она во всех случаях дает не менее точный результат, чем другая. Не менее точную оценку. Так, это запомнилось. Я вам еще раз говорю, если вам кажется, что я тут детские вещи рассказываю долго, Ну, вы как-то говорите об этом. И, соответственно, будем ускоряться. Это доказательство допустимости и оптимальности. Ну, тут, как бы, немного, но, тем не менее. Допустимость и оптимальность алгоритма А со звездочкой. Значит, сначала доказывается у нас, что если мистика допустима, то есть не переоценивает стоимость решения, то первое найденное алгоритмом решение будет оптимальным. Вот, к сожалению, да, надо было, наверное, явно вернуться к алгоритму АСТАР. Но, еще раз, ребята, вот АСТАР у вас нарисован. Вот это АСТАР. Только вам здесь нужно взять очередь с приоритетами по узлам. Приоритетом считается функция f, то есть это g от n, пройденный путь, плюс мистика. На выходе из очереди с приоритетами должен находиться лимит с минимальным приоритетом. Все, это и есть АСТАР. Здесь доказывается, вот смотрите, ну допустим, мы нашли какое-то решение, первое найденное, где гарантия, что это решение оптимальное. Значит, это доказывается такими рассуждениями. Вот представьте себе, что у вас есть узел m. Это вы получили целевое состояние. Мы вот здесь дошли до решения. Если узел m это целевая вершина, то эвристика h должна для целевой давать 0. Эвристика, ну хотя бы, может установить, что это уже решение. Соответственно, вот функция f, вот эта оценка, она равна только пройденному пути. g, функция пройденного пути. Мы нашли первое решение, оказалось оно не оптимальным. То есть, соответственно, у нас должно быть g, m, пройденный путь. И он должен быть больше некоторого оптимального. Так, идея понятна? То есть, мы нашли решение. Первое, оно оказалось не оптимальным. Это вот мы dm дошли. Значит, мы берем любую вершину на оптимальном пути. n это узел на оптимальном пути. Расписываем. То есть, это g от n плюс h от n. То есть, это значение f. А теперь смотрите. Вот мы здесь заменяем h от n, h маленькая, это юристическая оценка. Мы ее заменяем на точную оценку оставшегося пути. Понятно? И вот заменили. Ну, естественно, точная оценка по свойству юристики h от n, она будет больше либо равна, чем оценка юристическая. Вот мы вот так заменили. На что получается? f от n меньше либо равно c со звездочкой. Понятно? Отсюда возникает вопрос. А каким боком мы вообще вытащили из очереди с приоритетами узел m до того, как вытащили узел m? То есть, еще раз. Вот мы расписываем некий узел на оптимальном пути. А это у нас решение, найденное по неоптимальному пути. Если это так, то вот эти сравнения говорят, что прежде чем извлечь из очереди неоптимальное решение, вы должны были извлечь все узлы, формирующие путь оптимальный. Понятно? Это доказательство. Вот, мы не должны были рассматривать им раньше. То есть, это доказательство у нас оптимальности. Допустимость. Там она рассматривается... Ну, то есть, просто можно сказать, что если коэффициент крепления конечный, то мы рассматриваем там по определенным принципам узлы и так далее. То есть, ну, доказательство несложно, я приводить не буду. Можете сами прикинуть, это не тяжело. Вот. И алгоритм масса звездочкой обладает свойством оптимальной эффективности. Оптимальная эффективность означает, что не существует алгоритма, базирующегося на той же листике, который будет гарантированно быстрее на их решение. Так, запомнили? Отсюда мораль одна по произведению. Мораль такая. Значит, алгоритм замечательный. Но, вообще говоря, все дело в эвристиках. Вы должны запомнить, что, во-первых, прежде чем применять А со звездочкой, вы должны убедиться, что эвристика удовлетворяет этим требованиям, а, во-вторых, убедиться, что более хорошей эвристики не существует. Сейчас мы опять начнем тебе говорить, что время заканчивается. Во сколько же много? Так, сейчас. Восемь минут. А, двадцать пять. Тогда еще время едет. У нас практика сейчас. Как раз будет три балла. Так, не доходя до ветви и границ, но хотя вы этот метод знаете, то есть он тоже связан с оценкой, с алистиками и так далее. Так, вот сравнение стратегии поиска тоже для нас интересное. И сравнивается здесь айдиист, то есть стерлитив дипа Миксёч, сравнивается с астар, с двумя непонятными эвристиками, h1 и h2. Значит, открою секрет, h1 и h2, это две разные эвристики, относящиеся к пятнашкам. Вот. Вот для пятнаших пример, как строить эвристики. Вот самая простая эвристика выглядит так. Значит, мы считаем в любой позиции число фишек не на своем месте. Сразу проверяем. То есть, допустим, у нас три фишки не на своем месте. За один ход перемещается только одна фишка. Это означает, что если три не на своем месте, как минимум три хода до решения нужно было. Понятно? Это означает, что мы получили оценку снизу, и юристика у нас допустима, она не переоценивает решение. Так, запомнили? Это h1. Да, это h1, правильно вы угадали. Значит, еще есть требование преемственности юристики. Преемственность это тупо, ну давайте пока на пальцах, потому что формулу уже не буду писать на следующий раз. Преемственность означает следующее, эвристика не устроит вам таких фокусов. Вот она говорит, вот эта позиция плохая, 20 ходов до решения. Вы делаете один ход, она говорит, о, отличная позиция, 10 ходов до решения. То есть, еще раз, вот здесь не выполняется неравенство треугольника. Значит, мы сделали один ход, и юристика у нас сильно улучшилась. Она не может улучшиться больше, чем на стоимость этого хода. То есть, мы это разберем, но юристика не должна вот такие трюки делать. Иначе у вас получится ситуация, когда в процессе поиска вы состояние оценили как плохое, бесперспективное. Вам юристика говорит, да решение еще там куча ходов. И вы это состояние не разворачивали. Хотя нужно было сделать один ход, и вы бы увидели, что это часть оптимального пути. Вот так понятно? В общем, это разберем потом. Самое главное, здесь такая юристика может меняться только на единичку за один ход. То есть, она точно обладает свойством преемственности. И вот эта шикарная юристика, в нашем случае А-Шайтин, которая обеспечивает поиск решения, ну вот посмотрите, ИДС, ну грубо говоря, вот на 12, тут уже там 3 миллиона, под 4 миллиона условий. Значит, эвристика, вот такая А-Шайтин, она дает нам 40 тысяч на глубине 24. То есть, мы в два раза увеличили глубину поиска. Это очень сильно, это очень хорошо. Так, запомнили? Вот. И тут у нас было два выбора. Мы могли, как настоящие программисты, кинуться эффективно программировать это на C++, там на C, на Асэмбли, на питоне, на чем угодно, и вот доказывать, что наш язык уж точно лучше. А могли при этом подумать над эвристикой более качественной. Вот. Значит, смотрите, более качественная эвристика для пятнашек, она выглядит так. Значит, называется она Манхэттенское расстояние. В этом случае для каждой фишки вы должны посчитать, сколько, вот если бы была пустая, как бы, ну доска, и только эта фишка. Вот сколько ходов нужно сделать для одной фишки, чтобы она оказалась на своем месте. То есть, сколько ходов, вот пятерка, допустим, вот у меня в углу, а должна быть, а, на шаг вниз, да? Одно. Плохой пример. Так. Вот, вот семерка, вот семерка в углу, а должна быть по диагонали вот так. Манхэттенское расстояние при семерке даст два шага. Ей да и не знаю. Суммируете для всех фишек вот эти манхэттенские расстояния. Манхэттенские, потому что в Манхэттене там стрит, 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 авеню, авеню, авеню. Все вот так. И там расстояние меряется вот кварталами. Наверное. Вот у Виталия Николаевича спросите. Но бывает проездом, наверное, да. Вот. Значит, это эвристика Манхэттенская расстояние H2. И вот посмотрите. Эта эвристика, она всеми теми же свойствами обладает. То есть, она может уменьшиться только на единицу за ход. Она не переоценивает решение. То есть, она хорошая, та, которая нам нужна. И вот посмотрите, какая разница здесь по числу условий. То есть, эта эвристика уже вполне себе вменяемая. И вот, да, по поводу коэффициента ветвления. Посмотрите. Вот это называется эффективный коэффициент ветвления. То есть, это средний коэффициент ветвления. Здесь для IDS он составляет 2,8. Там, ну, больше будет. А для этих алгоритмов, вот здесь 1,24, меньше 1,3. То есть, это очень хорошие результаты. Так, что вы должны из этого запомнить? Да, первое. Пятнашки надо будет сделать всем. Но попробовать. Ну и каждый раз, конечно, прошли. Каждый раз толку нет. То есть, я вам рекомендую самим попробовать. Искать там в интернете. Вот спокойно сесть за легкий алгоритм. Напишите там на питоне или на C++ и так далее. Хороший алгоритм. То есть, на пятнашках очень много эффектов можно поймать по поводу вот этих задач поиска. Там очень хорошо это видно. Потенциальные ямы, проблемы с эвристикой. Все это будем обсуждать. Вот. То есть, пятнашки это базовая задачка, которая следующая, она для всех. Это вторая лабораторная? Да. Это вторая лабораторная. Причем пятнашки можно также делать с итеративным АСТАРом. Итеративный АСТАР оказывается вообще классной штукой. Еще и лучше, как просто АСТАР. Да. А для тех, кто считает, что математика вещь хорошая и полезная, могу сказать, что манхэттенское расстояние это не самая лучшая юристика. Значит, в пятнашках есть еще понятие линейных конфликтов и угловых конфликтов, которые добавляются. То есть, это можно поискать в интернете, глянуть, по поводу этих листьев. Которые еще плюс добавляют. Вот смотрите, пример такой. Вот у меня фишки должны стоять 1-2, а стоят 2-1. Вот так. Они рядом стоят. Так, сейчас. Вопрос. Манхэттенское расстояние для них что даст? Вот по единичке, вот они, видите, двойка единица. По единичке, туда-туда, то есть два. Но фокус в том, что перепрыгнуть друг через друга они не могут. Чтобы навести порядок, одну из них придется выводить из линии. Ее нужно увести вниз, а потом вернуть. И вот это называется линейным конфликтом. В этом случае добавляется к листики плюс 2. Это тяжелее отслеживать, но это окупается. То есть листика становится эффективнее, более информированной. Есть еще понятие угловых конфликтов, там углы проходить тяжело. Ну, это уже посмотрим. Так, что-то я хотел в завершении. Да, у нас тут занятие... А во сколько там? 17? Нет, мы следующая пара сделаем. Ну, нормально потихонечку мы идем. Что я хочу сказать про... Ну ладно, пока, наверное, ничего. То есть пока собираемся и топаем. Ну ладно, пока... Б良ículo.